Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Ограничения продлеваются. В Доме правительства состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции. В условиях пандемии в ЗАГСах республики возобновили регистрацию браков. Съесть пуд соли в республике начали подкормку диких животных. За сутки в Чувашии ковид-19 подтвердился еще у 80 человек. За это же время выписано 45 пациентов. Новых смертей в республике не зарегистрировано. На ИВЛ находятся 29 человек. При такой сложной эпидемиологической обстановке приступать к снятию режима ограничений еще рано. Об этом заявили на оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Наибольшее число зараженных по-прежнему в Ядренском районе. На втором месте Чебоксарский, на третьем – Маргаушский. Резко выросло число заболевших в Комсомольском и Батыревском районах. По поручению Олега Николаева в некоторых из них побывали рабочие группы. Всего информгруппами проверено около 200 объектов, среди которых и торговля, промышленные предприятия, парикмахерские, работа общественного транспорта. Ну и основные замечания, обнаруженные в работе транспорта – это несоблюдение масочного режима и дистанции на остановках, например, в Цивильском районе, на проведение санобработки салонов автобусов в Чебоксарском районе. Напомним, для ослабления режима на первом этапе нужно соблюдение трех пунктов – определенный коэффициент распространения инфекции, процент тестирования людей и нужное количество коек в госпиталях. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97, как уже отметил Олег Алексеевич, при рекомендованном показателе не более единицы. Процент свободного коечного фонда составляет 29%, при рекомендованном 50% и более. Ну и показатель тестирования остается на прежнем высоком уровне и составляет 121,4%, при рекомендованном показателе не менее 70% на 100 тысяч населения. Не рекомендуется пока снимать ограничения. Так что навестись могилы близких и храмы в Троицу у жителей Чуваши не получится. Кладбища будут закрыты для массовых посещений. Там выставят патрули. К уважаемым жителям Чуваши и предпринимателям и другим категориям обращаюсь. Давайте воздержимся от где-то может быть эмоциональных поступков с тем, чтобы добиться того, чтобы мы смогли побороть эту заразу, помочь врачам, которые делают все, что могут на сегодняшний день. Поверьте, им тоже нелегко. Давайте мы еще с вами потерпим некоторое время для того, чтобы не допустить неконтролируемого развития событий. Со снятием первого этапа ограничений могут открыться магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. Открытие вещевых рынков и торговых центров – это уже второй этап. Для этого коэффициент заболевших не должен превышать 0,8%. Это не больше 40 заболевших в день. Рифат Фадкулин, Андрей Спиритонов, Республика. В предстоящие выходные все кладбища республики будут закрыты для посещения. Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор Чувашии. Это вынужденная мера. Ежедневная сводка о числе заболевших подтверждает, что расслабляться рано. Массовое посещение кладбищ может дать новый всплеск инфекции. Во-первых, это скопление народа. Во-вторых, отсутствие необходимых санитарных условий. Не везде есть возможность элементарно помыть руки. Ежедневно регистрируется 80-90 случаев заболеваний. В целях снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекции, пожалуйста, временно воздержитесь от посещения кладбищ, храмов, массовых паломничеств. Это позволит избежать многочисленных заражений и выйти республике на первый этап снижения ограничений. Большинство жителей республики согласны с этой непопулярной, но необходимой мерой. Мы вообще-то привыкли вовремя ходить. Мы чувствуем, что можно людей заразить друг от друга. Лучше не ходить. Правильно. Ну а как вы, знаете, все собираются, обнимаются, давно не видели. Давай-ка нальем. Я вот теперь не могу. С точки зрения безопасности правильно, а с точки зрения морально каких-то принципов не очень, думаю. Правильно. Это правильно, потому что ситуация еще остается очень острой. И все время говорят о том, что мы заботимся о людях. Значит, это продиктовано необходимостью. Такое бывает нечасто. Опомянуть можно и дома, и добрым словом вспомнить в уединении. Об эффективном использовании бюджетных средств говорил сегодня в Рео главы республики на видеоконференции с главами муниципалитетов. Реализация любых программ требует тщательной проработки проектно-сметной документации, своевременного участия в аукционах. Но так бывает далеко не всегда. На ремонт дворов, тротуаров, площадок выделено полтора миллиарда рублей. Контрактов в муниципалитетах заключено всего лишь на 146 миллионов. Разница очевидна. Специалисты утверждают, что вся проблема в плохом качестве проектно-сметной документации. Ее приходится переделать по нескольку раз, чтобы получить положительное заключение экспертов. Минструй не раз передвигал сроки 1 мая, 1 июня. По данным профильного ведомства, найти подрядчиков успели Чебоксара, Новочебоксар, Скалатарь и ряд других муниципалитетов. Но большинство так и не сумели выйти на аукционы. В следующей неделе мы должны уже отработать по замечаниям и получить положительное заключение экспертизы. Я понял вас. Слова правдания, конечно, они найдутся в любом случае. Но, к сожалению, действительно мы не получили, как говорится, положительное заключение экспертизы и, соответственно, не смогли еще объявить аукционы. Поэтому согласен, что, как говорится, недостаточно отработали по этому вопросу. Просто так держать деньги и не сделать, тем более в таких трудных условиях, это преступление. Вот вы очень любите, когда что-то не получается, кивать на республиканские власти, на федеральные правительства. Вот здесь, посмотрите, ситуация. Все в ваших руках. Все только в ваших руках. И вот теперь тоже так же лично я требую от вас, чтобы вы дошли до каждого двора и объяснились людьми. И расскажите, почему вы не смогли сделать. Жесткий разговор вылился в конкретное решение. По поручению Олега Николаева до 1 июля все, кто успел провести аукционы, должны заключить контракты с подрядчиками и выложить все сведения в открытый доступ, как того требует закон. Реализация самой программы рассчитана на три года. Остальные средства этого года будут перераспределены с учетом первоочередных потребностей муниципалитетов. Они уйдут на модернизацию систем теплоснабжения, газификацию завожья, поддержку личных подсобных хозяйств, занимающихся молочным животноводством. Строительство – важная составляющая экономики. Любой сбой отражается на темпах и графиках работ. Текущие проблемы застройщиков, перспективы и направления развития отрасли обсудили на совещании. Новые подходы к проектированию, подготовке проектно-счетных документов, налаживанию работы с искроу-счетами. У застройщиков немало вопросов. То есть банки, когда определяли программу перехода, то, соответственно, они подготовились к тому, что тут какой-то должен быть совершенно другой подход к проектному финансированию. Надо срочно отрабатывать сроки, какие стандартные, понятные, и условия кредитования. Строительство дорог и социально значимых объектов в новых микрорайонах – еще одна головная боль строителей. У застройщиков не всегда хватает собственных средств. Кредитная поддержка банков будет как нельзя кстати. Сейчас создана специальная дочерняя компания для развития региона. Мы собираем до августа месяца проекты и можем практически со 100% участием Сбербанка финансировать объекты инфраструктуры, стадионы, ледовые дворцы, школы, детские сады в ваших микрорайонах. Для этого нужно согласовать условия по схеме государственно-частного партнерства, и многие микрорайоны можно развить быстрее. Обсудили и создание целостного архитектурного образа застроек. Он тоже должен соответствовать определенным стандартам, учитывать ландшафт территории. В последние годы в столице Чувашии появились несколько объектов, которые закрыли видовые обзорные точки, что вызвало недовольство жителей. Олег Николаев отметил, что имеющиеся ошибки поможет исправить ансамблевая застройка. Впредь при составлении архитектурных планов все же надо учитывать мнение горожан. Богдана Дойникова, Павел Редков, Республика. Сегодня Олег Николаев еще раз вернулся к теме объединения двух институтов поддержки экономики. Фонд развития промышленности и корпорация развития будут преобразованы в институт развития. Он будет сотрудничать с уже работающими на территории республики инвесторами и получит статус управляющей компанией для действующих и планируемых технопарков и промышленных площадок. Контролировать деятельность и вырабатывать стратегию действий института развития будет наблюдательный совет, который возглавит Олег Николаев. Чуваша готовится к отопительному сезону. Масштабная по своим объемам ремонтная кампания проходит сейчас на энергообъектах Т-Плюс в Чебоксарах и Новочебоксарске на ТЭЦ-3. Подробности в следующем материале. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Рады вас приветствовать на одном из наших объектов, Новочебоксарской ТЭЦ-3. Символично, но именно в этом году у нее юбилей, 55 лет. 55? Да, она была постоянно в 65-м году. Доклад, инструктаж и ставший обязательным санитарный контроль. На входе измерения температуры, обработка рук, для каждого гостя защитные маски и перчатки. В условиях непростой эпидемиологической обстановки работает и сам персонал станции. Приняты серьезные меры безопасности. Регулярные энергообъекты филиала Мариэлла Чуваши и Т-Плюс проходят дезинфекцию. Обеспечены защитными средствами. Антисептик на главном щите. На каждом тепловых щитах управления есть. ТЭЦ-3 называют новогодней. 31 декабря 1965 года станция выдала первые киловатты и гигакалории в единую энергосистему. На протяжении вот уже почти 55 лет станция снабжает светом и теплом Новочебоксарск. Мощность одной из турбин, которая сейчас в работе, 80 мегаватт. Сейчас именно она обеспечивает горячей водой всех жителей города. Только в прошлом году третий ТЭЦ была выработана более полутора тысяч гигакалорий тепловой энергии и почти один миллиард киловатт электроэнергии. Подготовка к новому отопительному сезону здесь стартовала еще в первые весенние месяцы. В этом году у нас запланировано порядка 620 миллионов рублей, которые будут направлены на ремонт как генерирующего оборудования, так и тепловых сетей. Соответственно, на Новочебоксарской ТЭЦ-3 мы планируем провести работы по среднему ремонту турбины, по капитальному ремонту котла номер 6. Ремонт капитальный. Одна из турбин полностью разобрана на фрагменты для замены деталей. Это часть ремонтной программы филиала Мариелы Чувашии Д+. В целом, на плановые ремонты и техническое перевооружение Новочебоксарской ТЭЦ-3 направили более 167 миллионов рублей. Работы должны завершиться в сжатые сроки. Все эти работы мы планируем выполнить в межотопительный период, чтобы к началу отопительного сезона уже во всеоружии взять нагрузку и обеспечивать теплом население городов. В активной фазе плановый ремонт тепловых сетей. Ключевая задача – стабильное и своевременное теплоснабжение потребителей. Нарушать графики нельзя. С работы энергетиков приехал познакомиться и временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Сами ремонтные работы организованы в разных местах, не только на территории ЦИС, но и на сетях, которые идут от теплоэлектроцентрали до потребителя. Поэтому важно, конечно же, эту работу делать в комплексе. Это дает понимание и уверенность, что все будет организовано. Дальше просто надо совместно действовать. Перспектива за государственно-частным партнерством. Соглашение о взаимодействии между Т-Плюс, правительством республики и администрациями городов подписано. Объемы инвестиций Чебоксаром и Новочебоксарского составят более 15 миллиардов рублей. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжается регистрация участников на другой региональный конкурс «Управленческая команда». Заявиться могут лидеры с трехлетним управленческим опытом на сайте leader.cap.ru. Сегодня в преддверии двух главных праздников Дня России и Столетия Чувашской автономии прошла международная научно-практическая конференция, посвященная развитию государственности. На конференции вспоминали прошлое, говорили о настоящем и строили планы на будущее. Основной вопрос, касающийся всех россиян, поправки в Конституцию. Они носят социальный характер и направлены на улучшение жизни в стране, уверены участники встречи. Мы сейчас с вами находимся в режиме подготовки этого процесса, общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Народ должен высказаться по этому вопросу. Это говорит о том, что государство на самом деле ориентировано на каждого человека. Участники конференции обсудили некоторые факты из истории Чувашии, которые необходимо ввести в широкий научный оборот. Речь идет о трудовом подвиге жителей республики во время строительства сурского оборонительного рубежа в 1941-1942 годах. Необходимо восстановить хронологию событий и списки тех, кто не жалея сил трудились на благо страны. Я хочу сказать, что мы, историки, полностью согласны с тем, что это пробел в исторической науке, это пробел в деловой речной памяти тех, а их 200 тысяч, которые строили этот рубеж. Мы считаем это очень правильно. И, Олег Алексеевич, я думаю, помощь историков наших университетов, других вузов здесь будет очень уместна. 5 июня – Всемирный день окружающей среды и День эколога в России. Каждый год он проходит под каким-то девизом и с ведущей темой. В 2020 году это сохранение биоразнообразия, которое является основой равновесия в живой природе. Даже в свой профессиональный праздник специалисты отрасли на рабочих местах. Сейчас в охотничьих угодьях выкладывают соль для диких животных. По результатам зимнего подсчета, за три года численность только лосей выросла на шесть сотен. На лосиную тропу вышла и наша съемочная группа. Вот это присутствие зверя, лося именно. Вот как раз направление следовых идет в том направлении. В лесах Заволжья масса лосиных троп. У здешних обитателей в меню теперь вместо грубых веток и коры – так называемая зеленка. После зимы надо восстанавливать иммунитет. Но в любой сезон дикие звери нуждаются в минералах и соли. Сейчас лоси, косули и другие животные в активном поиске солонцов. Видели следы. И вот на данном месте это свежая лежанка лёшка лося, примята трава. То есть это опять же подтверждение тому, что звери здесь есть, он периодически приходит сюда. Инспектор Константин Горшков знает эти леса как свои пять пальцев. Он провел нас в глубину чаще, где стояла кормушка. Такие подкормки проводят обычно в начале лета и осенью. Сколько в 20 килограммах соли пользы, знают специалисты. Мы раскладываем соль весной и осенью-зимой. Весной соль, как минеральная подкормка, нужна для роста рогов как раз в данное время. Потому что лоси, они сбрасывают рога. Вот и каждый год у них появляются новые. А в осенне-зимний период, когда лоси переходят на древесно-куссарниковую пищу, соль нужна для пищеварения. Так как у них сложный четырехкаменный желудок, соль необходима. И также для предотвращения заболеваний. Всего таких подкормочных площадок в этих лесах пять. Для реестра саванцы фиксирует спутниковый навигатор. Ведь дикие животные запоминают место и возвращаются туда вновь и вновь. Осинки, они сломаны, ветки. То есть здесь, вот слева, здесь зверь, приходя сюда, значит, кормился еще. Выкладывают соль во всех охотничьих угодьях. Их количество определяется наличием сахатых на участке. К примеру, на 10 лосей по 2-3 саванца. Такие площадки есть в Парецком и в Батревском районах. Специалисты планируют создать их повсеместно, где есть поголовье диких животных. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Чувашия улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге России. Организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг по итогам прошедшей весны. Чувашия заняла первое место в ПФО и седьмое по России. Государственная итоговая аттестация в вузах Чувашии проходит в новом формате. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой студенты-выпускники сдают экзамены в онлайн-формате. Так, за первую неделю экзамены онлайн сдали более 150 выпускников на юридическом факультете ЧГУ. Подготовка к экзаменам в новом формате шла больше месяца. На выпускающих кафедрах адаптировали экзаменационные билеты под новые условия и интерактивный формат. Привели несколько этапов тестирования вебинарной платформы и обучили работе на ней выпускников и членов государственной экзаменационной комиссии. С 1 июля загородные лагеря смогут принять первых школьников, но только при условии, что улучшится эпидемиологическая ситуация. Подготовка в связи с коронавирусом прошла в усиленном режиме. Две смены по 21 день. При благоприятном прогнозе дети заедут в лагеря и санатории не на две недели, как предполагалось в мае, а все же на три. Столько времени необходимо для оздоровления организма, считают специалисты. До и после каждого заезда будут проведены дезинфекционные мероприятия. Детей в лагере будет значительно меньше, чем обычно. Оздоровительные учреждения заполнят только на 50%. Конечно, родители должны понимать, что в лагерях создаются условия, безопасные условия. И родители должны прекрасно понимать, что посещать лагеря они не могут. У нас есть телефоны, они могут общаться, вожатые все взрослые. Работники лагерей будут делать все для того, чтобы была возможность связаться, пообщаться с родителями. В тех лагерях и санаториях, куда заедут дети, в этом году должны быть созданы особые условия. При расстановке мебели в столовой должна соблюдаться социальная дистанция. Мероприятие проводится только внутри отряда. В помещениях должны быть дезинфицирующие средства. Усилен медицинский осмотр в лагере. Принять детей готовы 15 лагерей Чувашии. Не только для отдыха, но и для оздоровительных процедур. Санаторий «Лесная сказка» в том числе. До этого там находился обсерватор. 2 июня из него выехали последние пациенты, которые находились под медицинским наблюдением. Провели дезинфекцию. В случае снятия ограничений, руководители детских оздоровительных учреждений обещают организовать заезд за один день. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. С приходом лета увеличилось количество желающих вступить в брак. Только сегодня в столице Чувашии мужем и женой стали 20 пар. Как это проходит в условиях пандемии – в нашем сюжете. В защитных масках и только вдвоем так пока проходят церемонии бракосочетания. В дезинфицируемом помещении на расстоянии полтора метра от сотрудника пары становятся семьями. Торжественный зал пока не принимает молодоженов, регистрирует брак в маленьком. Молодожены готовились красиво, с музыкой, пройти торжественную регистрацию. Но в связи с тем, что вот у нас такое неожиданное произошло, мы все равно постарались для наших молодоженов провести им красиво, вот в красивой комнате, создали условия. Но они с пониманием относятся к этой ситуации. Мария и Андрей вместе уже полтора года познакомились благодаря работе. Хотели устроить пышную свадьбу, но пандемия внесла коррективы. Самый счастливый день изначально планировался 25 апреля. Дату переносили два раза. Мы думали, уже все закончится в это время уже, за два месяца. Было такое волнение, хотелось уже побыстрее, побыстрее. Все было готово, в принципе, поэтому мы решили уже остановиться. Третий раз не переносить, потому что ждали этого дня, очень готовились и все, решились. Можно поцеловаться? Ваш первый супружеский поцелуй. С начала лета в брак вступили уже более 40 пар. На первый летний месяц подано почти 350 заявлений. Мы с вами понимаем, что ситуация требует от нас дополнительных усилий для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Поэтому главная сейчас наша задача – это защита здоровья граждан, близких. Все, кто желает поздравить молодоженов, сейчас ждут за дверями дворца бракосочетаний. В ЗАГСе обещают, как только ситуация улучшится, на церемонию разрешат приглашать близких родственников и друзей. Но до 10 человек. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Это были новости пятницы. Хороших вам выходных. До свидания.